Приветствую вас. Я последовательно пройду по вашему тексту и попробую разобрать основные моменты, которые вы в нем затрагиваете. Во-первых, я вам соболезную, безусловно, потеря мам. Потеря мамы это ужаснейшее событие, но стоит отметить, что вашей маме было 90 лет, что, в общем-то, довольно большой срок, достаточно большой возраст, не 60, не 50, даже не 80 лет, 190, то есть, в общем-то, достаточно, ну, достаточно большой возраст. У вашей мамы был, и я полагаю, что она прожила хорошую, долгую жизнь, вот. Ну, я так думаю, долгую, самое главное, что долгую жизнь она прожила. И, значит, первое, что, наверное, нужно сказать, это то, что горевать, переживать и испытывать какие-то негативные чувства сейчас это нормально. Это нормально. Это нормально и хорошо. Вот. Есть только у этой истории одно но. А именно. Почему вы так переживаете? То есть, из-за чего вы так переживаете? Потеря мамы, безусловно, это тяжело. Но она прожила долгую жизнь. Она прожила большую жизнь. И, в общем-то, я не думаю, что вы серьезно думали и предполагали, что она будет с вами, значит, вечером. Вот. Это нужно исследовать. Вот. Понимаете? Какая история. То есть, исследовать, как вы... ее воспринимали, значит, что она для вас, например, значила, что вы, значит, почувствовали, когда она ушла, что вы потеряли, когда она ушла. То есть, это вот то, что нужно вам для себя, наверное, определить. Вот. вы понимаете? Какая штука. Это первое. Вы пишите, значит, она совершила суицид. Ставим прощальные записки. Ага. Вот понимаете, сам факт, сам факт суицида, он ведь может, может, ну, как вам сказать, восприниматься по-разному. То есть, эм... То есть, эм... Маша мама... эм... Сделала это, эм... Изо чего? Маша мама сделала это... Например, почему? Не думали ли вы, что ей, ну, так, например, лучше? То есть вот этот момент, он очень важен. То есть очень часто люди грустят и переживают из-за того, что случилось, именно потому что они теряют что-то для себя. Понимаете, вместе с уходом родного человека, они теряют что-то для себя, но, может быть, человек решил, что всё, хватит, зачем ждать, когда наступит, ну, как бы, естественный конец. Да? И вот здесь очень важно для вас понять, как вы относитесь к своей маме. Ну, насколько вы, например, ну, допустим, уважаете свою маму, да, насколько вы её, значит, к примеру, принимали, да, и так далее. То есть, на мой взгляд, это очень важная история, на мой взгляд, это очень важный момент. Вот. И это нужно понять. В первую очередь нужно понять, конечно, вам, самой, для себя определить. Вот этот момент. Понимаете? И в процессе могут, конечно, открыться такие моменты, как, например, то, что вы действительно что-то для себя потеряли. потеряли процессы, может открыться, что действительно вы в маме, ну, нуждались и, может быть, даже продолжаете нуждаться. Вот. И это очень важно для себя же вам понять. Чем лучше вы это сделаете, чем лучше вы это поймёте, чем быстрее вы это поймёте, тем легче вам будет переживать именно, а, на что называется? Это горы. Вот. Само горы при этом не отменяется, само переживание ухода мамы при этом не отменяется. Вот. Я хочу, чтобы вы это чётко-чётко для себя понимали. Дальше. Она болела депрессией и не дождалась, когда-то депрессация начала действовать. Может быть, они подействовали, как раз так, и она решила, что больше ей жить не нужно. То есть, понимаете, нужно прийти к уважению и принятию её решения такого. Вот. Это важный момент. Дальше, значит, так. В первые дни затаяние щёка сопроводовалось постоянными слезами, тоской и осным чувством горя. Приходилось в Питер транквилизатора, чтобы успокоиться. Ну, я полагаю, что это нормально, только вот, что транквилизаторы, вы, ну, как бы, использовали это вот не очень хорошо. Ну, мне так, ну, мне так думают, что там всё-таки транквилизаторы, это, ну, такая вот история, что может вызывать привыкание. Вот. Так что мне, ну, единственное, единственное, что только, да, это вот, то, что мне кажется, вот вы неверное здесь сделали, вот, что, значит, ну, употребляли, да, с трех года дата. Вот. Опять же, если очень было тяжело, то то, что вы делали, это был единственный выход. Вот. Состояние щёка, ага, состояние щёка, да, это абсолютно нормально. Вот. Абсолютно. Салют. Дальше. Так. После погребения мне стало спокойнее теплее, слёзы прекратились, троги вяпров больше не пью. Ну, вот. Ну, вот. Смотрите. Значит. Что мы с вами здесь имеем? Мы имеем. Мы имеем с вами то, что вы, по сути, ну, говорите про свою веру в душу, в, может быть, Бога. Да, и так далее. То есть, у вас есть некая позиция экзистенциальная, которая позволяет вам, собственно, вот, опередовать такими аспектами. Что душа мамы успокаивает вас. Но. Подумайте. Успокаивает Елена на вас. Чтобы что? Чтобы вы были счастливы. Чего бы хотела ваша мама, да, для вас. Вот вы пишите. Моя любимая мама. Это я так полагаю, что своей маме выбили очень сильный привет. Да. В счётом того, что и она, и, ну, болела, как вы говорите, как вы говорите, болела депрессией. Вот. И вы тоже, у вас тоже есть депрессия, ну, по крайней мере, вот, как вы говорите, да. Что, может быть, имеет смысл, как раз, такие, такие, имеет смысл сейчас рассмотреть. Значит, ммм, отдаление от мамы, то есть, расхождение с ней, может быть, для вас такая серьезная и близкая эмоциональная связь с мамой была, ну, вредом. Вот. Я не говорю об этом наверняка, но хочу, чтобы вы об этом как минимум подумали. Вот. Я хочу, чтобы вы как минимум об этом задумались. Дальше, значит, священник сказал, что на меня пришла Божья благодать, цветовый дух посредством молитвы, которую я делаю ежедневно. За упокой ее души, ну, опять же, тут вот то, что у вас есть вера, это очень хорошо. Тогда я и предлагаю вам отраться на эту самую веру и исходить именно из, ну, из нее, исходить именно из, вот, того, что она подразумевает. Она подразумевает, она то, что ваша мама попала в лучший мир, в рай, что она опекает вас по преднему, да, что она с вами стоит вам, например, только вспомнить, вспомнить о ней, и вы сможете, с ней поговорить даже, понимаете, то есть все здесь, в этом смысле, в ваших, может быть, руках, вы все можете в этом смысле, сделать сами, вот, то есть при, конечно, наличии желания своего, только нужно сейчас этому учиться, то есть вот оперировать. Не просто читать молитву, да, а, возможно, все-таки, все-таки, все-таки с мамой разговаривать, то есть говорить с ней, говорить с ней, быть может, это вам, ну, пойдет на пользу и поможет лучше, лучше пережить в тяжелое время. То есть вот это вот ощущение, да, что ваша мама, она, в общем, никуда не ушла, да, ну, она, как бы, физически ее с вами нет, но духовно она по-прежнему все равно с вами, и в этом смысле она никуда не ушла. Я не делась от вас. Вот. Вот. Для сетов вы можете, для себя вот, вот, к такому аспекту, к такому моменту вы можете прийти. Вот. Если, конечно, ну, будете в этом направлении думать, если будете в этом направлении, мыслить. Вот. Вот. Дальше. Пока состояние такое же, пишите вы. Состояние такое же, это нормально, вам сейчас нужно, как сказал мой коллега, выплакаться, ну, то есть не бояться. Выплакиваться, не цепняться своих чувств, своих эмоций, вот, и, соответственно, состояние ваше будет менять, ну, медленно, практически незаметно, ну, возможно, резкие, конечно. Вспычки, резкие, ну, возможно, резкие проявления чувств, это, это безусловно. Вот. Но, мне видится так, что это скорее нормально, чем ненормально. И, в общем, любые проявления чувств, это хорошо. Но, пока, главное, вам себя, себя не давить, не требовать чего-то от себя, да, а просто позволять быть собой и чувствовать что-то чувствовать. Далее, значит, так, я чувствую, что я как бы не в себе, в каком-то ступоре, ощущение такое, что что-то внутри мою мозгу очень сильно сдерживает меня, не дает прорваться чувством, как будто заморозили. Ну, это, вероятность всего, это шок, который, от которого, точнее, вы отойдете через какое-то время, вот, и чувства, я думаю, прорвутся обязательно, потому что в этом плохого ничего нет, и быть, ну, быть не может. Это, вот, если мы говорим непосредственно, да, да, о природе чувствовать, это хорошо, любое выраженное чувство, это здорово. А, дальше, значит, так, нет, вы не сходите с ума, не случится ли такое, что случится, пожалуйста, вырваться наружу со всей силы позже, например, после сорокового дня, а я не думаю, что именно после сорокового дня, это произойдет, ну, тогда, когда произойдет, не обязательно к сорокому дню, может произойдет на сороковом дне, может произойдет после сорокового дня, То есть очень много дается от того, что вас сдерживает. Вот. То есть вы, например, можете считать, что вот сейчас, допустим, вашей маме, к примеру, нужно, чтобы вы были вот такой поганый сладкий. Когда вы посчитаете, что, допустим, её душа, она, грубо говоря, отлетела, да, ну, отлетела, отошла, неважно, вот, то как раз-таки может начаться этот самый всплеск чувств, да, всплеск эмоций, всплеск чувств, который вы себе подавляли. Вот. Такое может быть. Вот. В данном случае я думаю, что это нормально. Вот. То есть мне представляется это абсолютно естественным. вот. Дальше. Надо ли мне обратиться в Крестивичный центр для подразших близких подразших психотерапий или походить на психотерапию? Я думаю, что походить на психотерапию для начала, если ситуация не острая, потому что всё-таки кризисные центры – это, ну, такая история более радикальная, всё-таки более критичная, и, может быть, вам там будет тяжело. Вот. А, может быть, вы наоборот хотите, хотите, ну, я не знаю, может быть, вы наоборот хотите быть среди людей, вот. А, может быть, вам наоборот хочется сейчас, ну, не быть одной, в таком случае, конечно, имеет смысл обратиться в Крестивичный центр. То есть нужно обращаться по своим потребностям. Вот. По сути. Так мне это видится. Вот что вы хотите? Индивидуальные беседы, тихие, спокойные, удобные для вас обстановки? Если так, то, ну, в каком случае, я полагаю, что Крестивичный центр – вариант далеко не лучший для этого. Вот. Если, если вы решите для себя, что именно вы хотите, что именно нужно вам, то я полагаю, что можно уже из этого исходить, и можно с этим, ну, это уже взят за основу, условно говоря, для своей модели, ну, своей модели проведения, да, то, куда и как вы будете двигаться. Дальше. Вот. Дальше. Мне кажется, что вы, как бы так сказать, ну, не первый раз, мне кажется, вы обращаетесь, вот, в Кризисный центр, да, я не связываю это, там, напрямую, напрямую с тем, что вы пишете дальше, вот. Ну, если вы там уже были, то относиться к этому нужно очень серьезно, вот, потому что, значит, были какие-то проблемы у вас, ранее, вот, и совершенно непонятно, решили вы их или нет. Дальше. Вы пишите, я уже много лет страдаю депрессией. Один вопрос сразу встает о причинах депрессии, соответственно, причина депрессии кроется, как правило, в том, что человек подавляет себя, подавляет свои силы, желание, либо у него есть глубина негативной установки, вот, и здесь как-то сразу хочется у вас спросить, а нет ли вторичной выгоды от депрессии? То есть, не получали ли вы, не получали ли вы для себя некую, вот, вторичную выгоду от этого состояния? То есть, я не хочу сказать, что вы там специально в депрессии, да, но тем не менее. Ну и, как уже сказали, в общем, мои коллеги, да, что все-таки депрессия плохая, если она у нас есть, то, соответственно, с ней нужно, ну, работать, и от нее нужно раскрываться, то есть, я специально не скажу, да, что от нее нужно избавляться, потому что это было бы неправильно, вот, неправильно сказать. Ну, именно, 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 раскрывать ее нужно. Вот, и поскольку депрессия, если она у вас диагностирована, значит, должна быть пролечена, вот, что, по моему мнению, это тоже следует учитывать при психотерапии. То есть, условно говоря, если вы, значит, решите для себя идти на психотерапию, то обязательно нужно оставить в известность, да, ну, как бы, о том, что вы, эм, что у вас депрессия, и, может быть, какие-то назначения вашего лечащего врача, если он у вас есть. Вот. А можете обратиться к личному врачу, если он вам назначил какие-то мероприятия в диагностике. При депрессии очень часто используется групповая терапия, терапия. Вот. То есть, по факту, по сути, проблема, ваша проблема, она имеет корни, скорее всего, не в маме. То есть, ну, вот, была жива, к примеру. Ваша мама, да, она была жива. Но вы все равно страдали в депрессии. То есть, ну, как минимум, это, не то чтобы странно, да, это противоречивая история. Вот. И, наверное, что она, она, депрессия возникла у вас все-таки. По другим причинам, причинам. Вот. Но, может быть, по причинам, связанным, как раз с нами. Вот. Так что, нужно детально все прорабатывать. Детально, детально, но, конечно, деликатно, шидяще, чтобы вы не испытывали. Ну, дискомфорта, вот, чтобы вам было приятно, комфортно, чтобы вы могли расслабиться все-таки. Вот. Довериться психологу, например, если это будет все-таки психолог. Вот. Ну, и, в целом, возвращаясь к Тине, да, вашей маме, хочется, наверное, все-таки сказать, что ваша мама, она, ну, для вас, она однозначно, чего-то хотела. И вот очень здорово будет, если вы для себя увидите, чего она хотела. И если вы хотите, чтобы, условно говоря, она была жива и дальше, а вы ведь хотите, чтобы она была, допустим, с вами, чтобы она, ну, вы не нуждаетесь. Сейчас. То лучшим решением будет именно воплотить в жизнь то, что она хотела. Для вас. Опять же. Вот. А это значит, подкорректировать свое поведение так, чтобы реализовать мечту, а, значит, от вашей мамы по отношению к вам. Вот так вот не видится данная история. Так вы к них будете ближе и к счастью своему тоже будете стремиться. Вот. Ну, наверное, так можно ответить вам на ваш вопрос. Я еще раз хочу выразить вам свои соболезнования, вот, в связи с утратой. Но, как психолог я все-таки думаю, что суицид, что проблема суицидов здесь не является ключевой. Потому что, ну, 90 лет, да, суицид это, ну, не такое влияние, не такое действие, не такое значение имеет, как, например, суицид, там, ну, допустим, 60-50 лет, ну, вот. То есть я уверен, что вы, ну, догадывались, что вашей маме плох, что, несмотря на попытку ей помочь, все равно 90 лет ей оставалось немного. Просто вы, как это обычно бывает, не ожидали того, что это произойдет, ну, например, так скоро. Вот. Ага. Вероятно. Да, вот, вероятно, вы просто не ожидали того, что это случится в такой форме. Вот. Но, уверен, что о смерти своей мамы вы думали. Поэтому сейчас лучше, что вы можете сделать, в том числе и для своей мамы, это позаботиться, позаботиться о себе и обеспечить, собственно, говоря себя, все необходимые вам помощью, а я уверен, что помощь вам нужна, иначе бы вы не обратились на наш сайт. Вот. Соответственно, если, если вы захотите, чтобы мы помогли вам, обращайтесь, будем рады помочь. Вот. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их личку, я с радостью вам отвечу. Обратитесь обязательно еще к священнику, если вы верите в Бога, значит, в этом смысле помощь вам, она будет с этой стороны еще оказываться тоже. Ого. Ну, идеально, если вы будете получать помощь с той и с той стороны, хотя зачастую подходят психологов, конечно, и, например, священников различаются. Ну, здесь, я думаю, что сами для себя решите, как именно вы будете поступать. Ну, в любом случае, не оставляйте себя, вот просто надеемся, что это само по себе пройдет. Ну, она, можно сказать, не пройдет, но гораздо дольше и мучительнее для вас. Вот. С учетом того, что у вас имеет место быть уже депрессия, вот, то я полагаю, что могут быть осложнения. Вот. Так что, если вы этого не хотите, то оставаться один на один с этим я вам категорически не рекомендую. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что все-таки вы обретете внутреннюю гармонию и покой. А ваша мама обретет еще одну жизнь, но уже теперь вас. Всего вам доброго.